Аббас, приветствую вас. Как бы вы оценили состояние российской оппозиции, которая редкими голосами пытается выступать против войны? Ну, вообще, конечно, репрессии в отношении российской оппозиции, очевидно, усилились. Дело в том, что в общественном мнении власть, ну, пока нельзя сказать, что она проигрывает уже сейчас. Но тренд на ухудшение ситуации, конечно, очевиден. И чем дальше, тем больше она будет проигрывать. Поэтому единственный способ приостановить этот процесс — это как раз запрессовать российскую оппозицию. Но, с другой стороны, нельзя все-таки утверждать, что режим стал совсем уж фашистским во внутриполитическом дискурсе, хотя он в ту сторону движется. Но пока все-таки многие критики, оппозиционеры остаются на свободе. Илья Яшин, Юлия Галямина, много ярких примеров. Почему это происходит? Безусловно, не в силу какого-то гуманизма путинского. Нет. Просто Кремль понимает, что сами по себе репрессии большинству, даже путинского электората, я не говорю вообще в целом общество. Но даже если вывести за скобки оппозицию, а оставить только лояльных и сомневающихся, даже вот этому оставшемуся большинству репрессии массовые не нравятся. И если сделать репрессии главной характеристикой режима, то разложение базы режима, политической базы, будет идти ускоренными темпами. Поэтому режим пытается... Ну, репрессии идут, да, но чтобы они были как бы сбоку припеку, не были основной, значит, характеристикой, понимаете? Так что он маневрирует. Самые громкие дела сегодня — это арест Владимира Карамурзы и муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Гориного. Им дадут большие сроки вплоть до 10 лет или ограничиться малыми или условными. Сейчас как раз происходит маневрирование между Сылой и Харибдой. То есть, с одной стороны, ну, надо как бы закрутить гайки, чтобы оппозиция, так сказать, боялась выступить против. Но, с другой стороны, нельзя выглядеть чересчур жестоким, чересчур кровавым, потому что это ускорит процесс делегитимизации, который и без того уже, в принципе, идет. Понимаете? И поэтому, кто победит в этой вот схватке, значит, между сторонниками маневра и сторонниками жесткой линии в Кремле, сейчас предсказать не может никто. По каждому отдельному вопросу, по каждому отдельному кейсу будет приниматься индивидуальное решение. Сумеют убедить Путина в необходимости жестко всех прессовать патрушевцы условные и кириенковцы? Ну, тогда, да, сроки будут большими. Сумеют победить сторонники такого маневра, да, гибкого маневра, ну, условные голуби. Ну, тогда, да, приговоры будут, будут, но не слишком жесткими, чтобы не шокировать публику. Война в Украине морально уничтожила протестующую после выборов в Госдуму партию КПРФ. Кремль перехватил у них имперскую или советскую повестку. Зюганов и его соратники деморализованы и повержены или еще есть порох в пороховницах? Я бы посоветовал им просто вывести за скобку внешнеполитический дискурс. По нему, конечно, они не могут занять антипутинскую позицию, потому что их базовый электорат настроен, вот то, что называется патриотически, да, и тут они, зюгановцы, зажаты, в общем, вот в тиски и не могут сманеврировать. Но по вопросам внутриполитической повестки, условно говоря, экономических реформ, значит, там, социалки и так далее, и так далее, репрессий тех же внутренних, они вполне могут занять антипутинскую, антикремлевскую позицию, да, и это спасет их от маргинализации. То есть это будет способствовать возвращению партии в, ну, в такое нормальное состояние, да, и если они это сделают, то, в принципе, они могут вновь оказаться на коне. РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой задержанные ФСБ, якобы украинские нацисты, дают показания, что они, мол, готовили покушение на телеведущего Соловьева. Что важно, эту информацию анонсировал лично Путин. Зачем он это сделал? Ну, слушайте, Путин, ему надо же что-то говорить, да, ему показалось, что это круто, проще говоря, да, то есть ему, в принципе, молчать нельзя, да, вот этот вакуум, который он образует, когда он уходит со сцены, он ведет к ощущению дискомфорта вот в среде лоялистов, да, то есть хозяин пропал, там, что делать-то, вот, что-то не так, что-то не то происходит, да, то есть ему надо присутствовать в паблике, ему надо что-то говорить. Говорить что-то по делу он не может, потому что похвастаться успехами-то, так сказать, не приходится, ну, остается только угрожать, и он время от времени это делает, ну, и вот, значит, с какими-то такими маргинальными историями вылезать, выступать в качестве спикера ФСБ, например, да, то есть говорить ради того, чтобы говорить, проще говоря, чтобы не пропадать. Команда Навального опубликовала список из нескольких тысяч человек своей версии, разжигателей или сторонников войны в Украине. Оппоненты назвали его расстрельным. Некоторые сведением счетов. Как вам такая инициатива оппозиционеров? Нет, это история для них позитивная. Я чуть-чуть поспорил с ними, я был у них недавно в эфире, чуть-чуть поспорил с точки зрения качества этого списка, ну, то есть некоторые люди, мне показалось, все-таки зря туда попали. Вот, но в целом я вынужден был признать, что сам по себе ход достаточно эффективный. Значит, дело в том, что он, во-первых, объективно будет способствовать ухудшению ситуации во властном лагере. Сейчас большая часть людей, которые делают значительную часть работы на Кремль, они чувствуют себя в безопасности. Они такие, знаете, часть анонимной, вот такой массы. То есть они что-то там выкрикивают, да, и не думают, что лично они понесут за это ответственность. И когда их фамилии вытаскиваются в паблик и начинают звучать в паблике, они начинают задумываться. Понятно, что не то, чтобы они все массово бросятся, сейчас испугаются и бросятся увольняться. Нет. Но они, в принципе, будут стараться меньше высовываться. И, соответственно, Кремлю будет сложнее, так сказать, запустить их в работу. То есть, условно говоря, сейчас какой-то человек, упомянутый в списке, если до этого он подчинялся команде начальника отдела администрации президента, то теперь он, значит, будет саботировать указания начальника отдела. И для того, чтобы заставить его делать его работу, надо будет, чтобы ему уже позвонил целый начальник управления. А начальников управления в Кремле мало, у Киренка их всего три человека. В сутках всего 24 часа. Соответственно, всех не обзвонишь, там их несколько тысяч, понимаете? Соответственно, вся машина будет, ну, с чуть большим скрипом работать. Ее эффективность будет падать. Безусловно, такие вещи, ну, понравятся сторонникам Навального и вообще сторонникам оппозиции. И поэтому ход с точки зрения, вот так сказать, ну, привлечения симпатии оппозиционного электората, безусловно, эффективный. Совсем скоро 9 мая. Что может предъявить в качестве победы Путин российскому населению? Ну, они попытаются предъявить населению в качестве победы вообще все то, что они к 9 мая, так сказать, вот захватят. То есть, вот захватят, наконец-то, Азов-Сталь, скажут, что вот все, это и была цель операции, так сказать. Это теперь цель достигнутая. Ну, создадут вот ХНР, там, Херсонскую Народную Республику, скажут, ну, все, собственно говоря, мы это и хотели, больше ничего другого нам и не надо было. Мы ни о чем мечтать больше не могли. Да, захватят какой-нибудь там хутор какой-нибудь где-то там в глуши, там, в степи. Значит, скажут, что это ключевой стратегически значимый хутор. На карте нарисуют, значит, почему. Вот. И опять же попытаются продать это в качестве победы. То есть, они будут танцевать от того, что на тот момент захватят. Аббас, людей на фронте не хватает. Будет ли всеобщая военная мобилизация? Знаете, я не очень в это верю, потому что всеобщая мобилизация резко поменяет отношение к операции со стороны, так называемого, глубинного народа. То есть, со стороны путинской базы. Это такие люди, которые готовы одобрять, значит, происходящее сидя на диване, но лично проливать, идти проливать кровь и вообще терпеть какие-то лишения. Они не хотят. Это прям особенность провластного электората в любой авторитарной стране, и в России, путинской России в частности. То есть, вот этот электорат принципиально отличается от оппозиционного. Оппозиционеры за свои идеалы готовы рисковать. Они выходят на улицы, они получают от ОМОНовцев палками по головам, они садятся в тюрьмы, но они делом пытаются, так сказать, свою позицию выразить. Провластный электорат, он совершенно не такой. Без административного, без мобилизации административной, вы в России ни одного провластного мероприятия не организуете. Если бюджетников не собрать, бессловесных, так сказать, и не согнать их куда-то, то пустые площади будут. И поэтому, значит, вот эти люди сами свою кровь, повторюсь, проливать точно не захотят. И как только перспектива вот эта появится, то, значит, есть риск обрушения провластной группы, на которую опирается власть. Напомню, что революцию 17-го года, вообще-то, сделали части, февральскую революцию, я имею в виду, сделали части Волынского и литовских полков, которые были встревожены сухами о том, что их собираются отправить на фронт. Но как только стал вопрос о том, что сейчас ехать в эту мясорубку, значит, они тут же перешли на сторону протестовавших там в Питере, значит, рабочих и пролетариев, и свергли режим. И вот, я думаю, Путин и Кремль прекрасно понимают эту угрозу, поэтому лучше, Путину точно нельзя проигрывать, но лучше проиграть, чем попытаться объявить массовую мобилизацию. Экономист Владислав Иноземцев считает, чтобы отстранить Путина от власти, надо отделить от него остальную политическую элиту. Такая тактика может подтолкнуть Краскову? Нет. Нет, я думаю, что это ошибка. То есть, вообще, к Иноземцеву, к его мнению я отношусь с уважением, но в данном случае, вот просто как политтехнолог рассуждая, вот сейчас отмени санкции, ну так они и скажут, о, у нас все хорошо, да? А раз у нас все хорошо, то что нам дергаться, рисковать, выступать против Путина, понимаете? Нужен стимул, который их толкает против Путина, а Иноземцев предлагает этот стимул, значит, убрать. Нет, я думаю, это контрпродуктивно. Но ведь Путина они боятся больше, чем Гааги. Так я же и говорю, что нет, это контрпродуктивно, потому что раскол случится, когда есть стимулы, которые подталкивают элиту к расколу. Этим стимулом является перспектива Гааги, санкции. А когда нет этих стимулов, когда вот я, условно говоря, Вайн или Шойгу, сижу и знаю, что меня ни в Гаагу не повезут, ни активы мои не арестуют там, понимаете? Ну так о чем мне тогда дергаться против Путина? Я продолжу выполнять его поручения, и все нормально, понимаете? Стимулов не будет выступить против. Нужны стимулы, нужно, чтобы, условно говоря, Гааги, они боялись больше, чем Путина. Понимаете? Вот о чем речь. Сейчас многие ругают и президента Франции Макрона, и генсека ООН Гутерриша. Зачем вы приезжаете, зачем разговариваете с Путиным? Надо ли ублажать президента России такими реверансами, чтобы смягчить его позицию? Нет, надо, знаете, как гласит один из принцов Вайн Суньцзы, надо показать врагу дорогу к жизни. На самом деле не надо загонять Путина в угол, потому что, в конце концов, у него есть ядерная кнопка. Это надо иметь в виду. И поэтому, на самом деле, нужно одновременно бить путинскую армию на поле боя, и украинцы достаточно эффективно с этим справляются, ну, с помощью мирового сообщества. Но, с другой стороны, на уровне дипломатии, так сказать, предлагать ему какие-то варианты. То есть, проще говоря, он должен видеть, что выход не там, не на поле боя, а вот тут, значит, в рамках вот переговорного процесса. Скажите, к чему ведут эти разборки внутри политической команды Кремля между губернатором Свердловской области Куйвашевым и телеведущим Соловьевым? Это борьба кого с кем и на кого рассчитана эта склока? Нет, ну, в целом, основной водораздел сейчас пролег, конечно, между условными голубями и условными ястребами. Голуби считают, что раз победить не удалось, это условные голуби, это не толстовцы, там, не сторонники теории ненасилия Махатмы Ганди. Это люди, которые изначально поддерживали войну, но в силу того, что они понимают, что победить не получилось, но они понимают, что надо что-то другое делать, значит, надо идти на переговоры. Вот, вот, голуби это более гибкие, но есть совсем ортодоксы, это вот партия войны, ястребы, которые говорят, нет, война до победного конца. Вот, это основной, так сказать, водораздел, основная линия водораздела и основной конфликт. Ну, в данном случае Куйвашев, значит, он же не был сторонником голубей, он всего лишь попытался выступить от имени, значит, сообщества, ну, Екатеринбуржцев, которых оскорбил в запале, так сказать, вот один из ястребов, значит, Соловьев. Но Куйвашев в данном случае, он не был голубем, да, он, значит, он был, ну, он был лоббистом местных интересов, проще сказать. Ну, а Соловьев полез в бочку, потому что он уже привык, что он ястреб, да, и по любому поводу, даже не имеющему отношения к главному водоразделу, все равно пытается, так сказать, там, щеки надувать. Вот, поэтому вот основную линию водораздела я вам обозначил, но конфликт Куйвашева и Соловьева имеет к нему очень отдаленное отношение. Риторика медиа-менеджера Маргариты Симонян по поводу ее готовности к Третьей мировой войне. Это, собственно, инициатива чиновника или пробный шар Кремля на подготовку населения к возможности нанести ядерный удар по Украине? Это логика вот этих самых ястребов. То есть нагнетаем, способствуем эскалации, пытаемся усложнить переговоры, чтобы эти голуби не пошли и не договорились там за нашей спиной. Вот, есть такой курс магистральный, да, его выражают, в частности, Громов и Кириенко. И Симонян, как их подчиненная, ну, в первую очередь подчиненная Грому, он, в принципе, и с Кириенко у нее тоже там никаких конфликтов, по-моему, не было никогда. Вот, она реализует эту стратегию на телеэкране. Еще одна история из медиапространства. Несколько членов клуба популярной игры «Что, где, когда» покинули ее после начала войны в Украине. Это событие как-то обостряет ситуацию в информационном пространстве или мелочь, которой можно пренебречь? Ну, вообще, любая, любое противоречие, любой конфликт сейчас работает на обострение основного конфликта, который, я сказал, вот, между сторонниками умеренной линии и сторонниками радикализации, так сказать, в России, в российском эстеблишменте пролег. Да, поэтому это еще одна, так сказать, соломинка, и рано или поздно одна из них сломает себе это верблюдо. Без шоу-бизнеса не обойтись. Выступившего против войны телеведущего Максима Галкина заменит в эфире Первого канала Николай Цискоридзе. Отряд не заметит потери бойца? Во-первых, поймет, конечно, почему, а во-вторых, безусловно, обратит на это внимание, Галкин слишком яркая фигура для массового российского избирателя, для того самого глубинного народа. Поэтому в элитах как раз эта тема не вызовет каких-то особых противоречий, хотя появится понимание, что лагерь противников крепнет за счет появления вот таких фигур. Ну а для глубинного народа, конечно, Галкин яркая фигура, особенно с учетом того, что он выступает не только от своего имени, но от имени своей супруги. Та молчит, а он, ну, вроде как, от всей четы. Поэтому, безусловно, это будет способствовать укреплению позиций лагеря сторонников мира и ослаблению позиций лагеря противников войны. Ой, сторонников войны. Артист балета Цискоридзе в этой истории больше приобретает или теряет? Ну, в долгосрочной перспективе, конечно, он потеряет. Ведь очевидно совершенно, что в конце концов война России будет проиграна, в конце концов режим путинский рухнет, и Цискоридзе окажется в рядах вот тех, кто, ну, то есть представьте пособников нацистов там в 46-47 годах. Конечно, они все маргинализовались, и никаких шансов на возвращение в элиту, в эстеблишмент, ну, у них не было все. Этот вопрос закрыт. Поэтому вот будущий Цискоридзе, как и вообще всех тех, кто сейчас поддерживает войну, оно вот такое, оно печальное. Ну, пока, значит, какое-то время он там будет блистать. Ну, точно так же, как сторонники нацистов там в 43-м, 44-м, в первой половине 45-го. Ну, еще, так сказать, формально говоря, у них все было неплохо, да, потом резко все закончилось.